Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во времена, когда у людей было больше времени свободного, которое они помогли посвящать своей семье, каким-то домашним делам, когда люди могли больше времени находиться дома, тогда люди уделяли более времени чтению. И в средние века, особенно под конец средних веков, в конце средних веков, до того, как появились фабрики, заводы, оно уже появилось, книга издательства. Первой книгой, одной из первых книг, которая появилась у людей дома на кухнях, это были жития святых. Жития святых было таким главным развлечением людей, которым люди развлекались. Они собирались вместе на кухне или где-то в комнате какой-то, устраивались поудобнее, и приглашали того, кто умел читать без запинок, и устраивали такие посиделки с чтением жития святых. Составляли эти жития святых в монастырях. Вот сегодня мы празднуем преподобного Федора Студита. Он очень близок к нам, особенно к крымчанам, потому что во времена, когда он жил в 9 веке, он своих монахов из Студитского монастыря послал в Крым. Его монахи, вот там, где у нас сейчас Крымские ущелья, вот эти горные монастыри, его монахи там селились, не в одном лишь месте, но в разных местах селились, и основывали монастыри. И вот Федор Студит, как бы и в Студийский монастырь есть такой образец взаимодействия монашеской общины и общины мирской. Чем занимались там монахи, вот монастыря? Какую пользу они приносили? Ну, прежде всего, они организовывали устав. То есть устав монастырский так, как бы, переписывался таким образом, чтобы его можно было воплощать в церковь, в такой светской. Студийские монахи прежде всего написали тот порядок богослужения, который мы поем. Студийские монахи написали порядок постов, которые мы сейчас держим. Студийские монахи написали порядок постов для священников в миру. Студийские монахи сохранили чин и гононаписания. То есть мы видим, как, например, как изображать Пресвятую Богородицу, как изображать мучеников, как изображать преподобных, каких-то других святых, юродивых, как им правильно держать руки, так или так, на иконе. Это все от студийского монастыря было зафиксировано, это правильно. Но самое главное, студийские монахи донесли до нас способы понимания Евангелия. То есть толкования Евангелия, потому что там, где вот это студийское предание не удержалось, там появились такие толкования, которые вместо пользы души человека наносят вред. Вот мы, например, сегодня слышали о притчу о Самарянине. Вот Самарянин, или как правильно это говорят, Самарянин, вот, и избитый вот человек, которого Самарянин, значит, вот Христос рассказал эту притчу, как человека избили, как он лежал при дороге, и Самарянин проходил мимо его, купил, взял, купил гостиницу и все там, приложил ему пластырь везде. И вот как понимают люди, которые не имели монашеского предания? Они понимают это, что вот благотворительные организации надо организовать и находить везде бездомных, и, значит, и клеить им пластырь. А сейчас так получилось, вот, например, в западном обществе, что уже нет бездомных. Все, уже все бездомные, вот они трудились, ничего не делали, фабрики, заводы, работали, 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 все построили. Бездомных теперь нет. Что значит, кто теперь будет ближний? Можно, они опять задаются вопросом, что теперь делать? Это такое, как бы, понимание поверхностное. А вообще-то правильно его называть профанным пониманием. Вот слово профан, это с греческого языка поверхностное. То есть и понимание, это поверхностное, оно называется профанное понимание. А святые отцы, они специально вот делали такие чтения, которые, эти чтения были на литургии сразу же после Евангелия. Мы сейчас вот пробуем такие вот делать, как проповеди во всех церквах перед причастием, где бы рассказывали вот это вот понимание Евангелия. И как понимается Евангелие, например, о Самареангеле? Конечно же, речь идет о том, что этот человек был уязвлен грехом. Он был уязвлен грехом, и вот эти разбойники, которые его побили в пути, это там брак рода человеческого. Он ему нанес эти раны. И тот, кто его избавил, есть Христос. И как он спрашивает, теперь ты понял, кто мой ближний? Да, понял, кто мой ближний. Христос мой ближний. Понимаете? И тот, кто ему помог, ближний ему. И в то же время, здесь туда-сюда меняется местами. Но и можно понять, что Христос мой ближний. А вот это вот избавление от ран, почему оно тогда не приходит? Если вот, как говорится, что все, уже вот Христос нас избавил от ран. Почему мы до сих пор этими ранами болеем? А болеем этими ранами, почему? Потому что не сразу происходит это исцеление. Исцеление должно произойти поэтапно. Почему поэтапно? Человек должен свою волю изъявить к этому исцелению. Он должен поупражняться в своей воле. Почему? Потому что по исходу нашему из тела, наша воля не будет иметь тело, и не будет иметь способов изменять свою волю. Вот какая она есть, она такая и останется. Если наша воля была направлена ко Христу, то она и после нашей смерти, после вот исхода нашего из тела, она так и будет направлена ко Христу. Если пополам была раздвоена, то будет вот это вот колебание, как вот рисуют в Западной Церкви. Весы, вот чаша весов, и с мечом, там Архангелл стоит. Это католики придумали, вот взвешивая, что будут взвешивать, что перевесить. Понимаете, какая история? Вот. А если человек вообще, у него воля была на наслаждение, то он умирает, и у него нет, все, он фиксирует. Ему с Богом тяжело, ему с Богом скучно. Ему с Богом скучно, ему с ним, вот как кому-то в храме скучно, он заходит в храм и говорит, ой, ну вот так, это так, все, няу-няу-няу, я ничего не понимаю, ничего не понятно. Вот. Ему скучно с Богом, ему молиться тяжело. Некоторых страх посещает во время молитвы. Вот это молиться, это так, вот я не могу, мне вот латан, мне все воняет, все это свечи, и только я вижу, я сразу, все. Понимаете, отторжение. Такое будет и по исходе нашего из тела. А как этот грех действует? Грех действует в нас внутри, когда мы соприкасаемся с другим человеком. Вот мы соприкасаемся, грех поселяясь в нас, обустраивается там потихонечку, одна плохая привычка связывается с другой плохой привычкой, связывается с третьей плохой привычкой, связывается с четвертой, наша воля этим плохими привычками как бы вот распинается внутри, она все, наша воля, грех как бы нас распинает внутри самих себя. Одна плохая привычка, другая плохая привычка, третья, вот привык кричать, привык срываться, привык грубить. Вот с детства как начинается грех? Ты начинаешь грубить и дерзить родителей, старших, учителям, родителям, начинаешь просто дерзить, потом где-то драться, потом что-то свороешь, или же наоборот сладострастие, родители тебя лелеют, лелеют, все твое потакают твоим желанием, и в тебе сладострастие более расслабленное, я хочу мороженое, я хочу пирожное, смотри, 16 лет, пуза уже как у 60-летнего, и в гульшоке розовый, вот грех там возрастает. И дальше он приумножается, как приумножается? В общении с людьми. Ты становишься вот с человеком, когда становишься, и он у тебя как объект, и ты начинаешь обустраивать свой грех вокруг этого человека, начинаешь окутывать его фантазмом своих повествований каких-то, человек слушает, он думает, что ты ему рассказываешь что-то полезное, про свое детство, там, где я был, и что я делал, я в магазин ходил, ты, человек не подготовленный, не думает, это сейчас что-то мне будет от этого, какая-то польза от этого рассказа. А человек окутывает тебя, и что он? Он свой грех в тебя начинает вкладывать, и вовлекает тебя в свой грех, своими рассказами. Поэтому святогорцы, как говорят, 10 заповедей, мы, говорят, 10, мы в основном 11 заповеди придерживаемся. А какая 11 заповедь? Не связывайся. 11 заповедь, не связывайся. То есть легковерие тоже, вот, есть там не верие, которое было, считается грехом, а есть легковерие, грех. Что вот, например, там мужчина встречает женщину в автобусе, и она начинает ему рассказать, как я вот там была, я вот, вы знаете, а я, когда мне было 25, там, и все, вот это все история. Или же я хочу о чем-то, о чем-то беспредметное повествование, это есть распространение греха. Распространение греха между людьми. И так он живет, как бы грех между людьми. Люди встречаются, и получается замкнутый круг. Самая вот любая страсть, ее характеристика, это замкнутый круг. Вот почему Христос говорит, что он лежал у дороги, и не мог встать. Потому что страсти, это замкнутый круг. Они тебя сковывают по рукам, по ногам, ты не можешь подняться. С одной стороны, тебя подмывают все время на разговор, ты садишься, и оно из тебя льется, подмывает тебя. Ты не можешь, как бы, заткнуть фонтан. Вот. И только ты замолчишь, начинаешь сам в себе самоедение. Вот что значит эта страсть, как она окутывается. Вот что значит лежать уязвленным. И тогда Господь приходит и избавляет тебя. Что он? Он этот поток останавливает поток. Католики и всякие западные христиане, которые этого не знают, они говорят как? Ты вот плохие помыслы отсекай, а хорошие помыслы оставляй. А на самом деле православные как учат? Они говорят, никаких помыслов в себе не оставляй вообще. Вообще не надо ничего думать. Дай голове отдых, дай голове молитву, дай голове словословие. Вообще оставь голову, оставь ее в покое. Ни хороших помыслов, ни плохих. Никаких помыслов. Директива. Написал, мне надо это делать. Взял и пошел, и делаешь. И освобождаешь голову. Вот как Господь. И когда ты вот таким способом, ты освобождаешься. Поэтому первая заповедь. Если ты знаешь, что ты грешник, что тебе надо сделать? Тебе надо заткнуться. Просто замолчать. Когда ты, лишь только человек замолчит, у него сразу начинает обратное вот это вот. Господь начинает внутри потихоньку, потихоньку действовать. Он начинает видеть что-то сам в себе, сам в собой. И сам себя начинает разбирать, стоит ли ему заткнуться. Если он в перманентном разговоре, в перманентном что-то кому-то объясняет, без дела, без дела, то это значит, что он это. Если ты по делу, допустим, мы не можем в этом обвинить человека, который в пятерочке в такси сидит диспетчер. Отвечает, добрый день, там это, куда машинку подавать. Это человек, он механистическое выполняет действие. У него не поток, греховный поток из уст, из него льется. Он выполняет механистическое действие. А когда человек сам себе предоставлен, и по своей воле он питает ее вот этим празднословием, это воение греха. И от этого может только Христос избавиться. Только Христос. Человек сам не способен этого заделить. Вот почему, обратите, почему говорят молитвы своими словами, а почему протестанты говорят, почему своими словами нам нельзя молиться? Потому что своими словами надо молиться, ну, ты можешь две минуты, три минуты своими словами. Но вот эти песнопения, которые студийские монахи сделали, они тебе позволяют встать и соединиться с текстом, который длится 40 минут, час, и два часа, и три часа, или там на фоне есть благослужения, которые все там 15 часов. То есть чуть-чуть ты освободился, чуть-чуть один другого сменил, это читает, это читает. То есть некий общий, общий текст. А человек, который станет своими словами, он две минуты что-то хорошее говорит, а потом через пять минут все равно какую-то намотает туда козюм-озюм. Это, ну, нет таких людей, которые 45 минут, и они будут четко и святые слова. Это только апостол Павел мог там. Но мы же не апостол Павел. Поэтому наша задача, чтобы нам Господь, как вот этот добрый самареонитян, призаклеил вот пластырь греховный, надо просто замолчать, и чтобы Господь пришел. Он тогда придет, когда мы замолчим, и внутри себя будем просить, и Он придет, и эти все раны исцелит. И тогда мы будем, скажем, да, вот Он ближний, и тогда увидим, кто нам. Какие еще страсти, правильные празднословия? Это блуд. Блудный, похоть. Какая другая, самая главная язва в теле человеческом? Это блуд. Кто мой ближний? Тот, кто тебя избавляет от блудной страсти. Вот кто твой ближний. Кто тебе трезвит? Как подобно тому, как вот есть жирная пища, добавляешь туда лимон или уксус, она раз, и перестает быть жирной. Так и человек, который тебя избавляет от блудной страсти, он раз, как бы в жир, в эти все раз, и разбавляет, и становится легче тебе на душе. Вот кто твой ближний. Вот еще один пластырь, который Христос наклеивает на нас. Физический труд или какой-то, когда ты закрываешь компьютер и думаешь, все, сегодня я не буду больше все ничего смотреть. Да, я очень устал. Да, мне очень тяжело. Да, мне хочется отвлечься просто и отвлечь, и как животное полежать. Это да, это есть, потому что мир весь перегружен. Но человек делает себе усилие, нажимает эту кнопку, нажимает эту кнопку, и у него вот этот вот момент от блудной страсти, как бы, каких-то там страстей отходит. Это вот Господь вот так вот нас потихонечку, потихонечку, потихонечку залечит. Но самые две вещи, которые нас держат, вот правая рука распятая и левая рука, это вот этот непрестанный поток словесности и поток вот этой похоти. Это то, что кроме Бога невозможно. Это то, что закроется только плитой, и когда нас кипарисовая земля только может исцелить, кипарисовые шишечки и елочки, вот когда упадут, они закроют этот вопрос полностью. А так до конца дней мы будем просеять Христа, чтобы он нас вот так, как добрый самаритин, исцелил и забрал от нас эти страсти. Помоги Господи нам всем. Спасибо.